Ну, как они могли попасть в Индию, если их еще не было на Ламке? Ага, то есть это все делалось до этого еще? Морок? Я же объясняю. Али 6 тысяч лет, да? Я же объясняю. Получается как... Я же объясняю. Они на Луне поселились. Они пытались, как им на Землю прибыться. Всем кораблем они на Землю просто не могли по определению. Их бы сбили на подходе. Но вот на небольших шадлах там... А типа мы с дипломатическими только пообщаться. О, все, ты мне уже должен, мы уже будем друзьями. Это он с князем Мадагаскара. А потом, а давай дальше, давай то. А вот на тебе нашу чучундру. Давай своего сына, чтобы он ее это... А, сын сдох от какой-то чумы? Ну, не страшно. Все равно же уже брак был. Все равно вот уже родственники. Не важно, что от нашей чучундры ваш сын сдох. Все равно уже родственники. Так что, друзья, пускайте уже. И дальше там... А вот давайте вы с этими повоюете. А вот надьте вам это, чтобы с ними лучше... А потом идет к противоположной стороне. А надьте вам это, это, потому что у них есть то. И давайте воюйте. И как бы снова всем помогает, на всех ставит. Любой, кто победит, будет его союзником по определению. То есть это была работа проделанная еще до того, как на Луну спустился корабль? На Луну уже спустился. Они уже на Луне все сидели. И Морок с Луны на Землю лазил вот таким путем именно. И так постепенно Морок свой юридический, дипломатический статус настолько повысил, что он мог лазить по земле где хочешь. Единственное, там Ратра, Солнцеград, Искрастан, вот такие вот важные города, его бы туда не пустили просто. Но тоже не убили бы ничего, просто бы сказали, извините, вам сюда нельзя. Уважаемый, как бы вот есть другие города, пройдите в те храмы, пожалуйста. Ну, потому что важный дипломатический гость. И вот, он узнал про наши обычаи. Он узнал, что есть день, когда нельзя отказывать ни в чем. Он узнал, что есть один очень мудрый священнослужитель. И нашел вот другую, там свою какую-то родную чучундру, привел ее. И она просила у священнослужителя, чтобы кто-то ее заплодотворил. И так родился Равана, его братья и его сестра, именуемая Кресиный Ужас. А демоница это была? Ну, имя ее? Щурпаника. Щурпаника, ага. Ну, или Кресиный Ужас, как ее называли. Еще Лунная Царица ее называли. Это вот она у жреца попросила сперму для... Нет, это... Это она уже родилась после этого. Ну, да. Ну, да, я же как бы... А я про ту демоницу, которая зачала всю эту команду. Она проклята. Там она ряд гадостей совершила. Поэтому ее можно называть проклятой тварью и нечистью зловещей. Вот всякими такими путями. А Равана ее, получается, послал к этому жрецу. Морок. Морок. Равана еще не родился. Все, а Равана уже был в этой команде родившихся. Да. Равана, Шурпаника и еще два демона. И еще два демона, да. Понятно. А потом он какую-то с собой бредятину сделал. И я об этом уже рассказывал, что его тело рассыпалось. Морок. Да. Да. Ну, а потом уже Равана пришел к нашему царю. И сказал, слышь, я сын мудреца. Хочу землю в управление. Тот такой, о, священнослужитель хочет взять землю в управление. Прекрасно. Сын, достойный династии. Прекрасно, прекрасно. Вот там остров целый. Бери, пожалуйста. Поздравляем, нарекаем там царем этой местности. Все, бери. Но у князя не было понимания того, откуда это семя шует это. Так как семя от достойного священнослужителя, все как положено. Вообще, наследник святых знаний. Да и к тому же он образованный идеально был. Он умный идеально был. То есть так не скажешь, да, сразу же. Конечно. А жрецы не могли там просмотреть эту сущность на тонком идеале? Во-первых, смотрю, во-первых, есть закон. Во-вторых, часто так дворцы были устроены, что если человек не обладал ведическим знанием, он бы где-нибудь там подох по дороге к князю. Условно говоря, даже некоторые не охранялись, но там была куча ловушек, куча всяких таких штук, что он или зажарится, или утопнет, или свалится, или ему что-нибудь голову отпилит, или еще как-то так. То есть нечисть не могла пройти просто так? Невежественная нечисть не могла пройти. Только или праведный человек, или очень умная нечисть. Уж очень умная нечисть. Но еще есть теория, что поскольку Морок стал вот таким вот метаморфом, который как бы мог принимать любую форму и делать что угодно, возможно, он Рава не помог пройти все эти ловушки. Это старая такая еще теория, которой Равану, когда он хотел Славедату взять себе в жены, несколько князей, начало кричать, что он вот таким путем обманул тогда князя. И что он не князь, а что он грязь. Ну, это просто обвинение. Если бы оно было подтверждено, его бы сразу лишили всех прав. Еще до Саагаста, еще до его, как бы, всех этих дел. А получается, что это на правах сплетни, на правах такой вот неподтвержденной теории. В этой теории меня настораживает то, что были технологии, способные определить Морока. Его пометили специальными изотопами и, в принципе, отслеживали, потому что очень боялись, что из его тела разобьется некий аналог Канков. А наши очень сильно этого боялись, после той войны, которая была. То есть наши же и пометили, получается? Ну да. То есть они таким образом могли всегда сигнализацию для себя? Может, не всегда отслеживать, где он там по своясе лазит, но, по крайней мере, если он на нашу территорию приползал, могли отследить. Ну да. Вот тут единственная теоретическая возможность, что он как-то снял изотопную пометку. Ну это очень теоретически. И, получается, он сам снял, сам потом обратно её сделал. Как? То есть... Нет, здесь то, чтобы невозможно, но и не доказано. Поэтому это всё на правах теории. В общем, таким вот образом они получили паспорт землянина. Поэтому... Или Равана... Разрешение. Ну, нет, Равана уже был землянином, он сын землянина. Ну, местность получили, да. Да, именно территорию управления. А Мурак, он получил именно дипломатические права на посещение земли. А когда уже, как бы там было на ламке сформировано и государство, то тогда вообще он получил полные права жить на земле. Единственное, что наши пометили, чтобы, не дай Бог, не залез к нам. Ну и вообще боялись его на земле долго держать. Очень сильно боялись, чтобы повториться история с Кангами. Ну да, непосредственно на земле есть, тем более. Тогда всё. Подобие. Тогда вообще всё. Канги так быстро воссоздавались, что если один Канг на землю попадает, то всё, в принципе. Там надо время, чтобы собраться, решить, какой путь сдать. А пока время пройдёт, он уже поглотит всю планету. Наплодил множество таких же, как сам. Поэтому, как бы, те, кто контролировали ядерный запас, постоянно смотрели, где он, и на него часть ядерного запаса была нацелена. Персонально на него именно. Поскольку сильно боялись этого. Ну и вот, Равана, значит, когда там стал правителем, он тоже экспериментировал со всякой заразой. И тоже творил разных тварей. И Равана, допустим, создал именно компаньонов для мясоедов. Какие компаньоны? Ну, образно говоря. На самом деле, паразитических тварей, которые имеют свою разумность достаточно мощную, и которые стараются заставить человека под любым предлогом склонить его в сторону мясоедства. А, это паразиты в теле человека имеются в виду? Ну, это тонкая материальная тварь, которая прикрепляется к телу человека и начинает гадить ему в мозг своими идеями. А из чего она висит? Из этой живности, которая чертабола? Не знаю. И это вот твоя, получается, стимулировала у человека желание потреблять мясо. Впервые они были опробованы в Индии, когда там навязали мясоедство. А потом их разбросали тоже по всей планете. Потом разные демоны, питающиеся похотью. Фактически, хоть и свои у нас были, но у нас, во-первых, похоть не настолько сильно была активирована, поэтому и не столько много, и не настолько они злобные были, те вот наши, которые питались похотью. Поэтому Раванан натворил много своих всяких. И фактически каждое недетозачатное семяизвержение кормит целую кучу такой заразы. Редактор субтитров А.Семкин